Всем привет! Сегодня я приехала в Горячий Ключ. Я здесь очень много раз была, но сегодня мы приехали с друзьями, будем гулять, отдыхать. Буквально на одну ночь останавливаться мы будем вот в этом местечке. Сейчас посмотрим, какие там номера, но фотографии многообещающие. И насколько я увидела, это трехзвездочный отель Шок. Называется Резидент Парк. Ну что, пойдем, посмотрим. Перед просмотром этого видео обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Погнали! Так, у нас номер на третьем этаже, 308-й. Так, сейчас будем... Ого! Система. Вот. Такой вот номерок. Я, честно говоря, даже удивлена. Посмотрите. Ну это шикарно. Это правда шикарно. Вид. Вид у нас на двор. Ага, вот так вот. Ну, что сказать. Включаем свет. Так, и здесь у нас прибуда. Во, свет включили. Кондиционер сразу. Душевая кабинка, ванна, туалет. Фух, горячий ключ удивляет. Ну что, вам нравится? Мне очень. Нормально. В этом отеле есть даже собственный бассейн. Посмотрите, сейчас будем здесь купаться. Оделись уже купальники, одели халаты, глубина. Здесь у нас бассейна почти 2 метра. Также здесь есть сауна. Посмотрите, здесь есть вот такое ведро, которым можно себя окатить водой. Ну да. И сауна. Фух, горячо. Вот так вот. В общем, здесь можно отдыхать. И будем сейчас отдыхать. В общем, очень круто. Мне нравится. Да. Давно я, конечно, в бассейнах не плавала. Но все равно это все море-море. Но теперь могу себе такое позволить. После того, как мы покупали, сейчас пошли в целебный парк. Дойдем до Дантового ущелья. Погуляем. Погодка замечательная. Уже, конечно, вечер. Солнышко садится. Но все равно очень классно. Идем мы в сторону горячего ключа Предгорье Кавказа. Сейчас покажу. Здесь я была уже очень много раз. И каждый раз я возвращаюсь и гуляю по одним и тем же местам. Ну вот интересно сейчас узнать, насколько много народу именно летом отдыхает. Давайте пройдемся и посмотрим по этим прекрасным аллейкам. Здесь даже такой водопадик. Водичка льется из вазы. Зелено, красиво. Люди фотографируются. Вообще, я считаю, что сюда можно приезжать просто даже погулять на день. Не обязательно даже с ночевкой ехать. Здесь просто вот такое ощущение, что ты находишься в санатории. Такие вот ухоженные улочки. Ну, красиво, правда. Я думаю, все со мной согласятся, что здесь очень красивые места. Особенно здесь понравятся тем, кто любит пить минералку. Обязательно покупайте горячий ключ и заходите в бювет. Мы там были и мне понравилось. Мы там пили кислородный коктейль. Почему нет? Пожалуйста. Можно также приехать, я думаю, полечиться, оздоровиться. Потому что здесь есть санаторий. Это именно вот такой бальнеологический курорт. А позади меня, собственно, та самая питьевая галерея, в которую мы заходили всей семьей. Папа, мама, я, так скажем. И вот пробовали местную минеральную воду лечебную. Ну и покупали тот самый кислородный коктейль. Напишите обязательно в комментариях, были ли вы в горячем ключе и заходили ли вы в питьевую галерею. Мне дочка тоже привезла. Мама, не знала, в магазине кто-нибудь покупает. Ты че, не ем? Я не ем. Ты не много 9 лет дожила. А мне просто отдалась, мы там еще не ем. И что-то купила. Полный болячек был. И даже не до 9 лет дожила. Это создано природой. Добро питьевую галерею. Первый раз, когда мы посетили Дантовое ущелье вместе с родителями, то здесь тоже этот музыкант играл на фрейте. И в последующие разы, когда я здесь была, его не было. И вот он вновь тут. Поэтому ты просто стоишь и внемлешь вот этому всего. Эта музыка, она разносится по всему ущелью. Она будто бы с каждым извлеченным звуком отталкивается от каменных стен и заполняет ущелье. И эту магию создает всего лишь один человек. Привет! Привет! Я заметила, что ты здесь играешь постоянно такую прекрасную музыку на флейте. Расскажи, как возникла вообще такая у тебя идея здесь играть? Приехал погулять тоже. Вообще, в принципе, уличный музыкант профессиональный, можно сказать. Играю всю жизнь на улице. И приехал погулять, взял инструмент с собой, как обычно. Попробовал, очень понравилось. Понял, что все, нашел свой место в жизни. Теперь в основном здесь я играю только. Скажи, а как вообще люди реагируют на вот эту музыку в ущелье? В основном позитивно реагируют. Ну, бывают моменты, что там кому-то что-то не нравится. Ну, таким людям обычно вообще все не нравится. А на каких-то, может быть, еще инструментов ты играешь, кроме флейты? Да, на всех понемножку. Да? А на каких, например? Ну, у меня в наличии есть, например, гусли большие. Мне друг недавно сделал из Вологды. Есть сантур персидский. Это такая штуковина тоже со струнами, похожая на гусли, только играют на них молоточками. Это прародитель фортепиано, по сути. Древний такой тоже инструмент. Вот это бансури флейта, индийская флейта. Тростниковая. Тоже очень такой древненький инструмент. Вот, ну, на всем. Там и на клавишных понемножку, понемножку на барабанах. У нас начинал, в общем, лет с 15 я на гитаре, естественно. То есть, там, нашел на помойке гитару сломанную, склеил и стал песни разучивать. Вот. А так, на барабанах потом еще долго мы играли. У нас была группа африканские всякие, африканские арабские барабаны. Вот, играли по всяким ночным клубам и так далее. Там ребята крутили огни, там, и барабанили. В общем, можно сказать, что музыка – это твоя жизнь. Ну, да, я, в общем, я хиппи, как бы живу как-то внесистемно пытаюсь. Ну, что ж, и последнее место, последняя обзорная площадка около вот такой вот ротундочки. Здесь у нас скала Петушок. И на фоне трасса М4 все едут на море. Вот такая вот красота здесь в горячем ключе. Между прочим, одна из достопримечательностей этого города. И внизу течет река Секупс. По-моему, красота. Да, это уже горная местность. Пейзажи совсем отличаются. И они, конечно, интересны. Здесь очень много зелени. Прям чувствуется, что здесь горы, горы. Да, вот так вот. Вот такой вот разнообразный у нас Краснодарский край. И степи, и моря, и горы. Все, что хочешь. Зашли мы в магазинчик, который находится через реку. И здесь продают чаи, мед. И также можно попробовать все. Это вообще красота. Сейчас берем палочку и попробую. Попробую с клюквой. Клюкву я давно не ела. Очень сладко. Попробую с клюквой. Доброе утро. Начался уже у нас новый день. Сейчас пришли на завтрак. Он окажется здесь входит в стоимость номеров. Давайте вам покажу, что здесь вообще есть в этом отеле на завтрак. Собственно, яйцо, творог, сантала, зелень всякая, сыр. Это каши какие-то вроде. Там у нас омлет. Доброе утро. Скажите. 308. 308. Ага. Так. Сейчас запеканочка. Так. Овощи, хлеб. Напитки. А, напитки. Это что? Это компот. Угу. Угу. И фрукты. О, хлопья есть даже. А это майник, да, наверное? Да, это майник. Майник. Ага. Понятно. Так. Это уже джемы, да, наверное, всякие? Сгущёнка и джем. Угу. В общем, взяла немножечко всего. Взяла арбуз только, потому что у нас не своя дыня. Поэтому, да, будем завтракать и дальше будет видно. Наверное, бассейн пойдёт. Ну что, после завтрака мы снова пришли в бассейн. Будем плавать. Никого нет. Красота. В таких случаях, наверное, бонзай. Фух. Хорошо. Нет. Ну что ж, с утреца после бассейна, после сауны я снова вышла прогуляться. Пока ещё стоит такая утренняя прохлада. Но на солнце, конечно, уже тепло. В горячем ключе есть вот такой вот здесь парк, где хвойные деревья. И это для северян, я думаю, будет приятным бонусом. Потому что всё равно, как бы, здесь не везде есть вот такие леса. А здесь прямо очень свежо, такой хвойный запах, такой аромат леса. В общем, очень приятно. Не знаю, как у южан, но у северян есть такая маленькая традиция. Во всяком случае у нашей семьи, что когда мы приезжаем в лес, мы обнимаем хвойные деревья. И ты так обнимаешь широко и как будто сливаешься с природой. Они ведь источают ещё такие ароматы. Это просто, вот знаете, как терапия. Вот эта смола, которая выделяется из деревьев, она такая приятная, ой, сказка. И чем хорош ещё горячий ключ, что здесь есть именно хвойные леса. Для северян это самое то. Потому что всё равно, когда ты долго здесь уже живёшь, а если и в степной местности, как я, то всё равно скучаешь по вот таким вот лесам непроходимым. Вот. А здесь можно приехать немножечко так, окунуться в такую атмосферу. И когда я всегда попадаю в такие леса, у меня складываются ощущения, будто я в какой-то сказке. Потому что такие деревья увесистые, ветки такие тяжёлые, ёлки, сосны. Да. Ой. Продолжение следует... «З poreюмеủ». «З熱ить размысление» «Зfully когда-то непроходимым» ну что ж я думаю на такой вот приятный хороший позитивные ноте я заканчиваю свое видео о горячем ключе моя очередная поездка сюда горячий ключ открывается каждый раз с разных сторон в этот раз я даже здесь ночевала поэтому да для себя что это новенькое узнала это точно я надеюсь что вам понравилось это видео если это так не забывайте поставить лайк этому видео напишите какой-нибудь добрый комментарий вот все что вы хотите от вашей души и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали увидимся конечно же в новых роликах всем спасибо за просмотр всем пока пока